Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к распространенному такому, я бы сказал, что это даже вот уже такая аксиома для некоторых людей, издалека наблюдающих за происходящим в Европе. За успехом правых партий стоят происки российских спецслужб, которые в интересах этих партий проводили разного рода активные мероприятия или, как сейчас чаще стало модным говорить, вот эти вот ИПСО. Насколько это, на ваш взгляд, соответствует действительности? Это соответствует действительности, но не настолько, насколько этому приписывают люди, которые не очень хорошо в деталях разбираются в европейской политике, в европейской жизни. То есть, безусловно, без путинских спецслужб не обошлось. Но, в частности, вот если мы возьмем национальный фронт французский, то еще в советское время, вот тогда, когда я служил во внешней разведке, тогда, когда был КГБ, КГБ подкармливал по всему миру, но особенно в Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки, всех оппозиционеров, которые боролись с правящими буржуазными партиями. То есть, ну, понятно, что компартии были просто все подкармливаны, и это напрямую даже не спецслужбы делали, а просто КГБ возил чемоданы, а принимало решение ЦК КПСС и, значит, Старая площадь. Вот, а со всеми остальными работала разведка, и она подкармливала всяких там террористов, красные бригады, там, я не знаю, каких-то людей, которые там в Италии, например, убивали там судей, убивали членов парламента, убивали министров. В Германии там мутили воду, во Франции мутили воду, и плюс подкармливали все оппозиционные партии, крайне левые и крайне правые. И Жан-Мари Рупен, кстати, приезжал в Советский Союз, и я доподлинно знаю, что его принимали не только в аппарате ЦК КПСС, что совершенно было удивительно, потому что он был формально антикоммунистом. Он позиционировал всегда как ярого антикоммуниста. Так вот, его принимали не только в аппарате ЦК КПСС, но принимали его и на Лубянке, и в Ясенево. Вот, и, ну, мне говорили, доказательств, конечно, никаких нет у меня документальных, но знающие люди мне в то время, уже в то время, то есть в 80-е еще годы, в конце 80-х, в начале 90-х годов говорили, что Франция национальный фронт французская получает деньги наличными в чемоданах из ЦК КПСС и из КГБ. Потом это стало практически реальностью. То есть вот, когда Марина Рупен пришла вместо своего папы во главу, значит, его партии, у нее создалась ситуация, когда ее еще партия была нереспектабельной. И им отказались просто все французские банки открывать счета. То есть, а если вам не открывают счет, то вы не можете ничем заниматься легально, потому что нас же оплачивает там аренду помещения, там электричество, зарплаты и так далее. И если у вас нет счета в банке, то вы это сделать ничего не можете. Они, конечно, могли открыть это в Банк Дефолос, в главном банке Французской Республики, в котором, если вам никто не открывает счет, то вам там могут открыть счет. Они обязаны это сделать. Сейчас ситуация поменялась, сейчас можно по-другому сделать. Но они пошли, с моей точки зрения, они приняли очень глупое решение. Это была их политическая ошибка. Они нашли легкое решение. А легкое решение откуда пришло? Из Российской Федерации. То есть, возник некий российский банк, который сказал, мы знаем, что у вас есть проблемы с деньгами, с финансами. Мы знаем, что вам никто не дается в долг. Никто не открывает кредит, никто не открывает счет. Давайте мы вам и откроем. И, значит, выделили им кредит не на очень большую сумму, там порядка 11 миллионов евро. Для партии это не такие большие деньги. Тем более, что у них было имущество, то есть им было, что заложить, чем гарантировать выплату этого долга, если что. Но сам факт случился, что партия, которая позиционирует себя как суверенистская партия, которая выступает за национальный суверенитет и за отказ от Западной Европы, отказ от объединения западных стран и за возвращение к индивидуальному существованию, индивидуальному плаванию Франции, вдруг получается, что финансировать ее смогла только какая-то иностранная организация, иностранный банк. То есть, вот, грубо говоря, если по путинским понятиям, то эта партия стала просто иностранным агентом. То есть, их вот сейчас бы, если бы такая ситуация, вот представьте себе, я не знаю, там, Дунцову, которой отказываются российские банки открывать счет, и она открывает счет где-нибудь там в американском банке. Но ее тут же объявят, значит, иностранным агентом посадить в тюрьму. Вот, во Франции нормальное государство, правовое государство, Марину Лепен, в тюрьму не посадили. Но, на самом деле, всем было понятно, что, в общем, не без российских спецслужб тут обошлось. И дальше она сделала еще огромную политическую ошибку, потому что, когда она первый раз вышла во второй тур президентских выборов в 17-м году, то накануне прямо вот этого второго тура она поехала в Москву. Поехала в Москву, встретилась с Путиным, и Путин, естественно, был очень рад, он ее принял в Кремле, фотографии. И они не понимали, что вот этого делать нельзя. И не Путин, для Путина это была ошибка геополитическая, и для Марина Лепен это была геополитическая ошибка. Слава богу, кстати, и тот, и другой. Были идиотами такими, совершили эту ошибку. Но у Марина Лепен была еще другая ошибка, потому что во Франции очень не любят Соединенных Штатов Америки. Ее партия говорила всегда, что она против США, против засилья, значит, заокеанского хозяина. Вот как Путин говорит, что там американцы всем заправляют во Франции. И Марина Лепен, когда Трампа избрали президентом в 2016 году, она поехала в Нью-Йорк и захотела встретиться с уже избранным Трампом, но еще не вступившим в должность. Но даже тот самый Трамп не захотел с ней встречаться. И вот сказали, что она там сидела, ждала его, значит, в лобби часов шесть в его небоскребе в Трамп Тауэр в Нью-Йорке. А потом ее принял, по-моему, Стив Данон, Стив Банон, тогда советник политический Трампа. И, в общем, не стали даже по этому поводу никаких там больших заявлений сделать. То есть она, в общем, показала, что, во-первых, она поехала на поклон за океан, хотя критиковала Соединенные Штаты Америки. И ее там даже Трамп не стал с ней встречаться, потому что не считал ее за приличную политическую деятельницу. А потом после этого она поехала к Путину. То есть на самом деле, конечно же, национальный фронт, безусловно, есть влияние российское. Несколько депутатов, которые перешли в национальный фронт, регулярно ездили, кстати, в Москву. Та же самая, кстати, Марина Рюпен. Вы будете смеяться, но она там пару, тройку, четверку раз ездила в НГИМО читать лекции. Наверняка не забесплатно. Вот. И, в общем, к ней подходы-то, в общем, давным-давно сделаны были. И на нее была сделана, естественно, ставка, и не только на нее, но и на других представителей ее партии. Так что в этом смысле это не только слухи. Здесь, в общем, практически это фактуальная вещь. Но такое ощущение, что в последнее время Марин Рюпен решила дистанцироваться от путинской России, от путинской политики. И, в частности, вопреки тому, что пытаются сделать в Москве, а там пытаются в этом смысле делать хорошую мину при плохой игре, она не поддерживает агрессию в отношении Украины. Она ее осуждает, я так понимаю, занимает в этом смысле позицию, близкую к позиции Макрона. Не так ли? Нет, она не занимает позицию, близкую к Макрона, но, безусловно, она сделала работу над ошибками, и она поняла, что нельзя просто, так сказать, в фарватере плыть Путина, даже если это выгодно, даже если деньги платят, потому что просто иначе тебя не изберут. Кстати, я приложил к этому уроки, потому что в моих двух, по крайней мере, книжках я ее высмеивал. Вот, они читают эти книжки, вот, я ее высмеивал, что вот вы такие сувенисты, а на самом деле деньги получаете, хлебаете из иностранной кормушки, вы обвиняете, там, допустим, мусульман во Франции, что они строят свои мечети на деньги арабских эмиратов, каких-то арабских королевств, вот, а сами получаете деньги из Кремля. Они учли все это дело, и она не то, чтобы она стала проукраинской, но риторика у нее поменялась, да, то есть она теперь занимает очень такую, очень взвешенную позицию, то есть она осуждает даже Путина формально, мягко, но осуждает, и мягко, но выступает за поддержку Украины, но одновременно говорит то, что говорят китайцы, и то, что говорят пропутинские другие партии о том, что надо там находить какие-то переговоры, там надо, ну, чего вы там, типа, уперлись за эту территорию, надо идти на какой-то компромисс с Путиным, то есть на самом деле они все равно веикулируют, значит, нарратив путинский так или иначе, но, безусловно, изменили его в сторону смягчения, но поэтому я сказал, что нельзя сказать, что они заняли такую же позицию, как Макрон, но, безусловно, они ее изменили, и в этом смысле они гораздо умнее себя ведут и хитрее себя ведут, чем раньше. Ну, хорошо, а если уж мы заговорили об Украине, в последнее время стало совершенно очевидным, что в этом направлении президент Франции Макрон развил необыкновенную активность, и, в частности, вот он пригласил Владимира Зеленского на торжества в Нормандии в память о 80-летии высадки союзников. Он потом встречался, насколько я понимаю, в Елисейском дворце с Зеленским и обещает поставить самолеты «Мираж» в Украине, а, может быть, даже и направить туда военных инструкторов или каких-то еще сотрудников вооруженных сил Франции, военнослужащих или невоеннослужащих. Не совсем понятно, но ясно, что он сейчас пытается начать играть первую скрипку в Европе, в украинских делах. Хотя, ну, надо заметить, Франция не так много помогает Украине в финансовом выражении, как это делает, например, Германия. Так что тут тоже, очевидно, есть какая-то игра. Как вы все это можете прокомментировать? Да, безусловно, у Макрона игра есть, потому что он больше на словах. Франция дает мало, но в отличие от многих стран, когда она обещает что-то дать, она дает быстро. То есть в этом смысле, если она что-то обещает, то, как правило, это доходит довольно быстро до фронта. Франция была, кстати, уже в течение всего конфликта довольно часто заправила, потому что часто решение французское сдвигало с мёртвой точки решение союзников. Потому что Франция передала, допустим, Гаубицы, Цезарь, и это было очень важным решением, потому что после неё передали немцы, после неё передали там американцы. Франция передала первое свои старые танки, колёсные танки, танки АМХ-10, но это сдвинулось с точки, с мёртвой точки, передача танков леопардов немцами и даже абрамсов американцами. То есть в этом смысле Франция всегда, Франция передала свои скальпы, их немного было, вот каждый раз этого оружия в абсолютных цифрах действительно очень немного, то есть Франция глобально где-то на миллиарда на три, наверное, передала вооружение. Если сравнить там с Соединёнными Штатами Америки, там миллиардов на 40-50, вот чисто вооружение было передано, да, или там Германии, которые говорят там 15-20 миллиардов, ну 15, наверное, миллиардов было чисто вооружение, то в этом смысле французы, конечно, там чуть не на самом последнем месте находятся. Вот, но французы помогают ещё деньгами, и самое главное, как вы правильно сказали, Макрон из этого, из своей помощи Украины, такой на словах, сделал, ну, политическую ставку, он себя подаёт как главного теперь человека-движителя, значит, этой самой помощи Украине, вот, поскольку, ну, Шольц не претендует на такую роль, а Байден далеко в Америке, то Макрону это удавалось. И он, кстати, из этого попытался извлечь, значит, выгоды на европейских выборах, но, как мы видели, это, в общем, ему не помогло, то есть он всё равно проиграл, получил только 50% от того, что получила партия Марина Лёпен. Если партия Марина Лёпен придёт к власти в парламенте и в правительстве, то она, конечно, будет с менее активными, менее активно поддерживать Украину. Она будет на словах её поддерживать, но законопроекты будут проходить сложнее, будут просрочки, вот, и так далее, и тому подобное. То есть в этом смысле, конечно, для Украины это будет серьёзное изменение во внутренней политической ситуации во Франции. Но поскольку, как я вам сказал, главный всё-таки во Франции президент, Макрон пока президент и останется президентом, он не собирается уходить в отставку, он собирается оставаться до 27-го года, то есть в этом смысле он всё равно будет давить и продавливать какие-то там решения. Вот, и поскольку Франция президентская республика, у него механизмы для этого есть больше, чем в тех государствах, где парламент больше решает, как, например, в Германии. Ну и как вы думаете, как быстро передадут «Миражи»? «Миражи» передадут, скорее всего, к концу этого года, потому что передать их можно хоть сегодня. Проблема не в том, чтобы их передать. Потому что когда передают самолёты, надо, во-первых, подготовить лётчиков, а лётчиков, готовых летать на «Миражах» нету. Даже если взять лётчиков, которые уже являются военными истребителями и летали на западной технике, всё равно их надо переучивать, всё равно это займёт минимум 4-5-6 месяцев. По-хорошему год или два. А дальше нужно где-то эти самолёты разместить, чтобы их Россия не разбомбила, обеспечить им аэродром, чтобы была взлётно-посадочная полоса, обеспечить техническое обслуживание, потому что на час полёта приходится, как правило, для самолёта такой сложности 10-15 часов ремонта или технического обслуживания. И вот это займёт время. А так французские «Миражи» могут даже быстрее прийти в Украину, чем F-16. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова